Привет, танкисты! ТОПОВА ТАНКА У меня, что называется, пошло. Вот игра была, как несколько лет тому назад. Было очень приятно погрузиться в эти воспоминания и удивиться, что так еще можно играть. В общем-то, прекрасно все было, за исключением, наверное, минусов, связанных с командой. Все-таки команды что на шестом ранге, что на третьем, это команды. Если она умудряется сливаться моментально и практически с пустого, ну, тут уж ничего не поделаешь. Но, тем не менее, даже это не могло омрачить мою радость. Фактор каморных снарядов сказался незамедлительно. И тут же мне вспомнился шестой ранг. Выстрел Абрамсу в борт, попадание, ничего больше. Тут такого нет. Выстрел в борт, это сразу же ангар. О впечатлениях можно долго говорить, но предлагаю перейти к конкретике. Итак, наша 100-мм пушка, старая добрая Д-10Т, не оставляет никаких шансов оппоненту. Мы бодро отправляем всех в ангар. Что мешает это делать, так это перезарядка. Все-таки она неприлично большая. 9,1 секунды. И это уже с экспертами. Но, с другой стороны, у нас есть огромный выбор боеприпасов. Поэтому мы спокойно подбираем снаряды к любому, абсолютно любому противнику. Для себя я выбрал два снаряда. Это каморный БР-412Д и кумулятивный 3БК-5. Ну и тут все просто. Если оппонент не обладает сверх какой-то тяжелой броней, запросто расковыриваешь его к каморным снарядам. В борта все каморным берутся отлично. Но, если оппонент довольно жирный, довольно много брони, да еще и находится он далековато, тогда в дело вступает мой кумулятив. У кумулятивного снаряда все-таки отличное бронепробитие 380 мм. Ну и начальная скорость полета снаряда 900 метров в секунду, что-то довольно-таки неплохо для БР-7.7. Что касается каморного снаряда, там шикарнейшее заброневое, и, конечно же, поэтому он у меня основной. Один выстрел, один труп. 240 мм мы им пробиваем в упор, ну и баллистика 887 метров в секунду, начальная скорость полета снаряда. То есть тоже все достаточно хорошо. К тому же я с собой возил и дымовой снаряд. Две-три штучки не помешают. Но, правда, в конце видео будет конфуз небольшой, связанный с этими дымовыми снарядами. И вот тут-то я и пожалел, что я их с собой вообще взял. Лучше бы это были каморные. У нашей машины также имеются две дымовые шашки. Расположены они на корме. Ну и если вы их активируете, понятное дело, что облако дыма будет за вами. Ну и вам придется туда потихонечку задом вползать. Это очень неудобно. Ну и если вам выбили водителя или сразу же двигатель, то никуда вы уже не вползете. Стоите на фоне дыма и потихонечку умираете. Ну, либо отбиваетесь, если вам везет. Я думаю, многие уже знают, что у 54-ки не самые лучшие углы вертикального наведения. И это так. Пушка опускается на 4 градуса, поднимается на 17. Ну, то есть играть от рельефа мы можем, но очень и очень посредственно. К тому же нас довольно сильно подводит скорость поворота башни. Всего лишь 9,4 градуса в секунду мы можем себе позволить. Да, порой это просто отвратительно и является причиной похода в ангар. Переходим к броням. Ее у нас, во-первых, слишком много. Во-вторых, да, действительно, она неплохо работает, если мы попадаем достаточно низко. Скажем так, какие-то сплошные снаряды, каморные снаряды, мы вполне неплохо отбиваем. Но если мы попадаем выше, то там уже чаще встречаются кумулятивные снаряды. И вот они-то нас очень хорошо пробивают и устраивают нам пожары и всякое такое. Так что, чем выше попадаем, тем сложнее выживать. Итак, во лбу башни у нас 200 миллиметров. Также 200 миллиметров в маске. В бортах 160 миллиметров, а кверху чуть меньше. В корме 65 миллиметров. Крыша башни 30 миллиметров, и при этом она защищается у нас зенитным пулеметом. С корпусом картина похожая, то есть там тоже все надежно, крепко. В ЛД 100 миллиметров, в НЛД также 100 миллиметров. В бортах 80, и это нам позволяет худо-бедно что-то танковать. В корме всего лишь 45. Короче говоря, машина обладает довольно-таки тяжелой броней, и это сказывается на ходовых характеристиках. Они у нас посредственные. Максималка 50 километров в час. Набираем ее очень-очень медленно. Динамики практически нет. Ну и поперещенки мы можем позволить себе что-то около 30 километров в час. Назад едем со скоростью всего лишь 7 километров в час, и это тоже определенный минус. Ну и наглядно нам демонстрирует возможность машины удельная мощность. Всего лишь 14,6 лошадиных силы на тонну. Короче говоря, ходовые характеристики это главный наш минус. Тут вот недавно был случай на Фульде. Увидел я леопарда, забегающего за холм, и решил догнать его. Ну вдруг получится. Пока я подъехал к этому холму, его уже и вслед простыл. Куда он дальше поехал, непонятно. В общем, вот с этим у нас действительно серьезные проблемы, поэтому старайтесь как-то играть больше, наверное, позиционно на той же Фульде, и тогда вы сможете хоть как-то отслеживать противника и противодействовать ему. Ну а бегать вообще не вариант. Обзор подходит к концу, ну и сейчас вы сможете досмотреть тот самый курьезный момент, связанный со снарядами. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем крепкой брони и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok